В связи с санитарной эпидемиологической обстановкой, каждый, кто приходил на избирательный участок, проходил ставший уже традиционным осмотр. Замер температуры, обработка рук дезинфицирующим средством, вручение масок и перчаток. В дни досрочных голосований со 2 по 10 сентября УИКи работали с 4 часов дня и до 8 часов вечера в будни, а в выходные с 10 утра и до 2 часов дня. 11 и 12 сентября сделать свой выбор можно было с 8 утра и до 8 часов вечера. Причины для досрочного голосования у каждого были свои. Завтра хорошую погоду обещают синоптики, а в род собираемся, поэтому я пришел досрочно. Потому что наши внуки учатся, я каждый год участвую на выборах. Это наше будущее, участвовать надо всем. В единый день голосования свой выбор горожане могли сделать, начиная с 7 часов. Несмотря на воскресный день, желающих даже утром было немало. Тот, кто рано встает, это люди преклонного возраста. Некоторые, конечно, очень тяжело передвигаются, но все равно решили исполнить свой гражданский долг. Пришли на выборы. На начало сегодняшнего дня, то есть по проголосовавшим досрочно, у нас явка составила 9%, то есть 188 человек. На данный момент проголосовали еще 1%, где-то 20 человек уже, и это сегодня. То есть уже составляет 10%. Думаю, что к концу дня увеличится, активность повысилась. В понедельник, 14 сентября, были подведены итоги голосования нефтекамцев. В целом, по городскому округу явка составила чуть меньше 20%. Продолжат свою деятельность на благо родного нефтекамска в составе Совета, но уже пятого созыва, Владимир Громов, Фагим Низамов, Геннадий Сапожников, Владимир Белоглазов и Альберт Муханов. Пополнят ряды народных избранников на ближайшие 4 года. Начальник управления образования Рустам Урозаев, руководитель нефтекамского доканал Андрей Ременников, представитель нефаза Юрис Мухамединов, предприниматель Андрей Казанов, Максим Лукьянов, Айрат Гемалдинов, а также Ралиф Гарипов и Рустам Хусаинов. По единым избирательным округам в состав Совета войдут 9 депутатов от партии «Единая Россия», двое от КПРФ, по одному от «Справедливой России» и ЛДПР. Не будет в Совете представителей от «Яблока» и гражданской платформы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова